кредитная карта альфа-банка бесплатная навсегда сама летит к вам моментальная доставка в любую точку россии и снятие наличных без комиссии в любых банкоматах дарова всем с вами швы плюшка это канал бывшего осужденного все также по-прежнему чем сегодня продолжим рассказывать о том как я пытался устроиться на работу после освобождения после своих сроков в общем канитель была очень интересная после третьего срока мне поменяли отбывание наказания на исправь работы тогда практиковался этот был 2012 2013 год вот в общем такая экспериментальная была программа я под нее попал и что вот с этим делать как с этим жить на свободе там как трудоустроиться какие есть подводные камни сегодня общем об этом пойдет речь для тех кто впервые на канале я провел 12 лет местах решения свободы этим ни в коем случае не горжусь здесь просто рассказывать свой опыт такие байки зоны и не более того немного важной информации и начинаем так ребят здорово всем сегодня вот покажу вам новые поступления нашей сувенирной продукции смотрите в общем есть замечательные нарды для себя либо в подарок смотрите все футбольные команды локомотив зенит спартак цска также есть замечательные нарды шахматы два в одном три в одном даже здесь еще и фишки можно в шашки играть резные фигуры все сделано классно здорово если поменьше такие вариации но тоже такого же плана тоже с отличными фигурами вот так же есть четки в машину если кому-то нравится хочется любой тематики абсолютно православный есть мусульманской обращайтесь вот здесь перекидные четки тоже кто хочет там обладать где-то вот фотографии есть группе ссылка будет в описании в контакте также вот из такого плана для настоящих гангстеров скажу а вот морской тематики охотничьи в общем на любой вкус обращайтесь есть группу вконтакте оставлю ссылку в описании посмотрите варианты по ценам сориентирую давайте всем добра также в описании найдете много чего интересного телеграм-канал там выходит ролики сейчас вот которых нет на youtube такие мини ответы на вопросы в общем всякие поездки там готовка дача мотоцикл собака очень life такой мой жизненный лайфстайл также ссылка на мой второй канал на соцсети и прочее прочее короче в описании забегайте много чего интересного найдет для себя давайте скуф тв погнали итак у нас на дворе 2013 год я освобождаюсь после третьего срока со строгого режима псков и освобождает меня неусловно досрочно я вот пытался но мне не дали чего-то пройти ну долгая история короче не суть и мне меняют на исправь работы тогда это кстати вот в то время может только в той колонии может вообще везде было короче но вот это канитель практиковался 80 статья то есть когда ты освобождаешься объясняю разницу а когда ты освобождаешься условно досрочно то есть и остается сидеть например год я спа отпускают пуду ну и все короче ты этот год ходишь там ну хочешь на свободу там максимум чего-то от тебя требуется это ходить там включаться к участковому там хорошо себя вести и прочее прочее вот условку это кончается ну и все как бы муж хуверти посадят во время условки не будешь как бы она пройдет и все как бы дальше гаси судимость короче кайфуй но вот эта 80 статья там было немножко немножко другая комитет не меняли один к трем то есть если оставался полгода тебе заменяли на полтора года из прав работ и ты после освобождения в течение полтора года должен был платить из своей зарплаты 10 процентов государству и тут даже не все так просто я короче вышел мне похуй освободили освободили там дальше разберусь была специальная служба по этому поводу не знаю сейчас есть или нет короче ты к ним приходишь на взят инспектора син и ты говоришь я вот такой такой-то освободился короче там вот это все и хуй боле вашей вот и я пришел игру ну во-первых они там злые зят тетки такие да че там вышел нахуй че так поздно ты должен в течение трех дней явиться я явился через неделю короче я вот там болел там в больнице там ходил там поликлинику еще чет на самом деле я просто гудел не было похуй вот но я понимаю что от этого никого не деться надо короче идти они нарушать будешь все поешь обратно там выр мыр туда-сюда когда-то понял все я знаю что нет хуйня любят там заниматься ну захочешь там власть чувствует нахуй я даже хочу сказать знаете чё когда вот прихожу я например в ментовку да по какому поводу и сначала со мной разговаривает на вы да вы по какому вопросу там туда-сюда потом я говорю там типа я вот по надзору пришел отмениться они как только судим из раза да но иди сюда все сразу же и на ты и по борзей бля ёпты такие чувствует короче ну да ладно хуй с ним не все блять но большинство ну и короче это же там на рэ разговаривают а вот я говорю чё давайте реквизиты блять куда отправлять 10 процентов я сейчас устроюсь на работу вот против нихуя блять дружок система такая ты устраиваешься на работу твой работодатель должен отчислять 10 процентов от твоей зарплаты должен предоставлять все твои рабочие часы все твои рабочие дни там блять и отпуска там премии хуями короче прикиньте для кто на это подпишется я такой думаю ну это куда то есть когда прийти и я исполнительный листом вся хуйня вот то есть прийти на работу это одно да как бы ну представь себе приходишь в этом работа водитель на тебя смотрит там ты ишь ну вот у меня там права там сток сток то есть но есть один момент у меня там короче там такая хуйня мне надо чтобы вы отчисляли короче 10 процентов моей зарплаты там куда-то куда-то блять кому это надо типом блять морочить бухгалтеров за тебя что-то платить им проще меня подождать пока другой придет чел без проблем ну да вот короче я искал искал нихуя ничего найти не мог пошел там дел устроиться на завод к пацанам здесь носовок блять начал проходить медкомиссию там короче прихуел до половины его прошел там кое-как блять это там и завод такой пиздец этом зашел там блять керосином воняет блять ну там жесть там просто они там спиваются еще там до кучи для очень жесткого все на этом заводе а мне как раз вот такие места и нельзя ну да ладно хуй с ним короче в итоге ну меня устраивают опять по знакомству это связано даже с прошлым выпуском очень коля муж моей мамки устраивает меня на склад огромный ангар хозяин тот чел блять короче смотрите первую часть кто не смотрел этого рассказа про мою работу это вот тот чел который меня переводил с площадки на площадку зам короче вот хозяина блять прошлой транспортной компании ну колян он работает вот этой канители блять и до сих пор нам что-то вот то есть он в этом в логистике в этой цвет хуистике короче шарит в общем вот это дженни начал мега чел блять короче открылся пока я там сидел там то сюда пришел и буря блять короче он открыл блять себе ангар и короче ну и там продает отправляет там форме фурнитура и сняческую фурнитура короче это ткани шнурки блять там подкладка короче все еще делают одежду собирают одежду в общем военную ментовскую то есть у нас там всякие нашивки хуивки им приезжает к нам фура или там какой-то пятитоник его загружают этой фурнитуры и везут как вы думаете куда сейчас стойте бля и напишите в комментариях как вы думаете куда его блять везут на ёпты в жопу правильно его везут на зоны то есть если вы не знали сейчас он для вас откроет тайну все всю военную форму всю ментовскую форму там камуфляжная там охотничью всю шьют в зонах зону шьют вот этих фабрик короче нету блять вон там блять сидит дармоедов блять пол нахуй не знаю не пол страны ну да хуя ну и короче ну чем устраивать меня туда я прихожу там короче ну а там еще вот эта хуйня блять там чел еще его не уволили я прихожу ну вот не короче но за складом заведующим складом блять понимаете и причем колян все объяснил что за меня надо отчислять там вот это они согласились все нормально а вот я прихожу а там чела еще не уволили блять вот я на его место и вот этот он не объясняет понимаете и он понимаешь я пришел на его место как бы как будто вот его там типа блять не подсидел ничего общем ну такая вот но как сказать неприятель какая-то летает между нами почему мне все показал через три дня съебался для я надо короче ну на лютых прям вот колесах сидел мне вот есть ролик там про психушку кстати на бусте тоже еще выходит там ролик для те которые раньше меня были на ютубе где миллионники выбирали там пожестче они вот выкачь заходите в описании для найдете вот я очень хавал таблетки постоянно панических атак в огромном количестве они переставали помогать я начал уже запивать короче алкашкой ну там вообще дикая смесь там пизда рулю вот а мне работать надо иначе меня закроет как бы блять я горошину прихожу туда все там с утра проснулся на рижском вокзале все происходило короче колеса вкинул похавал поехал на работу ближе к вечеру а там надо было блять допоздна оставаться еще что-то или вы в течение дня меня иногда начинал колбасить это моя короче вот слава богу я от них избавился есть тоже ролики по этому поводу вот 2015 года они у меня прошли слава богу вот а тогда был пиздец я и психушках лежала чё тут не было вот я короче к вечеру я уже блять ну начинал хуярить прям там на работе а там работали два грузчика приемщица там наташа она вообще с владимирской области ездил каждый день туда с александрова ну а хули они меня уже взяли меня а я там начинают чудить короче вот там если пройти где-то километр у нас там типа офис до приезжает водила приехал машину поставил загружать и попизил туда короче оформлять свои билеты бля там работала блять секс бабушка на у нас ей блять лет 60 с хуем она все молодилась бля постоянно приходил к нам на склад блять все там короче там в каких-то белых штанах и счет ну короче такая бля ёпты блять есть эти для я даже не знаю как их назвать до зрения блять чпокеры блять но она и короче она она постоянно короче у всех гоняло в ее область там власть чувствовал короче вот а я обожжусь короче всех нахуй там пусыла вообще всех то есть водители блять короче вы понимали как я там работал через неделю блять я сдал все аккумуляторы которые там были там был бы хуя аккумулятору вот от машин там от мазов блять а там а жигулей что-то они стояли там не знаю сколько лет десять никому были не нужны как только я то пришел через неделю все все аккумулятор сданы нахуй потом уже там начались там левые отгрузки вот через этих водил водилам же тоже хочется блять знаете подешевше там что-то прикупить там по сюда еще какой был огромный минус этой хуйни блять рядом со мной находился ангар паленой алкашки то есть когда у меня не было денег я приходил у них покупал коньяк по 150 рублей когда у меня были бабки я покупал подушки там паленый xo блять ну там просто прикиньте вот для для меня это был пиздец я хуярил блять вообще как просто блять так проклятый я у с работы блять у ползал то есть все уходили я оставался там типа там что-то поделать на самом деле мне домой не хотелось идти потому что там я жил мамка колян катюха двое маленьких детей вот то есть блять это коммуналка еще до кучи соседи не пиздец как не хотелось идти домой я сидел до последнего на работе бухал там все меня музыка и башеном за сюда блять вот и короче для я домой уже там просто на полуавтомате блять хуячил очень часто был такой что я короче прогибал ключи а я прихожу я должен первый склад открыть только у меня ключи я прихожу на работу блять ну уже там блять и буду на лигу уже поддал никого нету я хуяк у меня нет ключей у меня уже стоял дежурный лом возле этой блять возле это бытовочка у нас еще было я просто нахуй для и пошел купил новый замок повесил ключ вот был такой что я просыпал на работу спасибо бульдаров был такой что я просыпал на работу там на хульт это варагара там вообще в очко они не название блять они могут на и ну на склад зайти блять машины приехали я звоню я ломайте замок для я заболел я не приду короче я приду к вечеру вам пиздец они просто меня охуевали и бля понимаете найти никого то есть но у них там такая шарашкина контора но там блять ну там а еще какой момент они мне сделали минимальную зарплату 14000 тогда было короче минималка а они мне сделали 10 ну чтобы я меньше платил мне туда короче я прихожу этим ребятам будем все ванну в эту учетную свою контору где мне там вовсиновскую я бы все я устроился меня будут платить они смотрят такие ты ведь блять иди и сделай бумагу чтоб хотя бы минималка было 13 тысяч а то тебе блять пишут что тебе платят 10 мы сейчас туда блять как ну прокуратуру ебанем с проверкой бляет и там все спухнете нахуй умники блять я бы все понял все мне сделали в 13 короче зарплату бля я принес им они все заебись давай и работу но все бухгалтер отправляют хуя я хуя чу блять как лошадь просто как конь вот меня еще короче там закрыли на 12 суток для поймали короче там на синего за рулем закрыли на 12 суток я получаются все праздники все вообще просидел это был 28 29 декабря 15 я все праздники просидел а вот новогодние эти работали без меня и меня даже после этого не выгнали для него гусеницы издаты ахуя на гусеницу может разыграем его прямом эфире кстати будет подписывайтесь на канал ставьте лайки чтобы не пропускать ролики прямые эфир они достаточно часто на статье вот можем пообщаться живую ну и короче блять я и там умудрился нажраться я на этом кпз блять поставил брашку там степами на мы наебашились вот там пиздец нахуй протащил вот телефон бля там как черный ход наладил для епта хоть и красный сам блять черный ход наладил в кпз потому что там сидят типы короче знаете там ну спасал за гаража менты приняли там еще чет я нашатался по улице хулиганы блять а я заехал в другой матерый ну и вот просиделась все это время вышел все опять все опять все работы они никого не нашли за это время сайте я не знаю что за хуйня я вообще ничего не делал бы ты чай я ничего не делал я просто ходил там ну создавал видимость того это мог пьяный ебануться там в этом бля спонбон бляет такая вот типа как как это хуйня то называется ну в пуховике блять я забыл ебаный блять короче вот эта хуйня блять под блять и ебаный поролон блять или как он синтепон блять пиздуть блять и помню нихуя короче типа стип синтепона есть там спонбон он прям пластами так нет умножусь короче сплю они ходят меня ищем блять я максимум там на каре мог короче что не поездить блять и на каре нравился еще как худо-бедно вот то колымить там куда-то уеду на этой каре бля знаешь там короче мне говорят поехали мне приходится плюс там серый поехали короче там поможешь там чем запятак на поехали на этой каре блять через весь нахуй вокзал рижский хуяре вообще в другую контору там что-то им помогаю поразгружал там часок они мне пятеру я поехал все нахуй какая пизду работа все ребятам за коньяком бля в соседнюю блять все поперла блять движуха блять но все посъебались я опять сижу на складе бухая хуярю музыку танцы дела домой нам на рогах блять вот я кстати такой животный превратился пизда а вот у меня есть этот ролик и мне принимали там как раз вот видно ну петровка 38 до какого состояния уже себя довел то есть меня даже родственники перестали узнавать на меня короче ну как бы уже все положили с прибором поняли что скоро я обратно потому что пиздец это кстати был самый маленький период когда я находился на свободе 4 месяца был свободе всего между третьим и четвертым сроком до этого у меня были там по году по полтора по два ну и короче чем вся эта хуйня закончилась то блять в принципе ничем тем что мне посадили вот и все то есть я там нормально поживился вообще попроёбывался просто и все мы больше нихуя ну еще братья еще на этого хрен деле как бы работаю я помню чем за гусь как он ко мне относился на той площадке сюда я бы рассказал конечно я там еще проводил но не буду ну да ладно принципе как бы блять ничего особенного бы если что-то было бы я думаю там заявили мы предъявили вот короче работник из меня такой себе блять был на этом наверное уже как бы можно закончить рассказ это ну а все а потом я поехал то мне посадили опять вот и поехал я на 4 срок если интересно могу рассказать вот как я ну получается такая биографическая будет история как я вот уже вот сейчас получается семнадцатый год я освободился первый год я ебашил там пиздец а много кстати история интересная в такси работал что там за типы там и пьяные тёлки были блять вот это все хуйня знаете что они там в инстаграмах блять все такие крутые блять знаете там они все там любят в этом бассейне знаете так я в бассейне блять сиськи вперед короче там или там что туда-сюда я их возил они болевали блять как хуй знает кто бля в машине бля в лужах валялись их таскал там бля в таком состоянии саху их видел говорится помада бля там все вот этот хуйня блять тушь бля там разные стороны как это блять боевой раскраской ой там такой пиздец был блять чуть ли не ссались только вот так что если интересно пишите в комментариях тип я сделаю продолжение у меня есть еще как бы истории из периода другого как бы до до всех сроков тоже есть интересная история когда я только меня выгнали из школы не было 13 лет и я короче это ну пытался тоже устроиться на какие-то работы вот еще из этого выходил но это я залью в тг вот эти история заю в telegram найдете короче ссылку в описании все дела заходить переходить а меня уже сожрали нахуй комары а вот поэтому я пошел давайте с вами был миша и плюшка берегите увидимся